Я видел Владыку Иоанну два раза в жизни, честно сказать, в 91-м, 92-м году было, а потом так случилось, что до 95-го года я уже не попадал в Петербург, и тогда мне не пришлось Владыку завидеться до кончины. И вот вся эта история, которую ты рассказал, у меня вызывает ощущение очень близкое с тем, что я недавно прочитал. Я прочитал одно очень серьезное исследование, вот такой замечательный батюшка, Тис Павловский Павловский, наверное, знаешь. И вот, когда его в 33-м году арестовали и посадили в тюрьму по обвинению в том, что он ведет антисоветскую пропаганду, он написал совершенно замечательный трактат о будущем России, который состоит из, по-моему, 16 или 17 глав, сейчас уже не помню, но не суть. Суть заключается в том, что он предвидел некоторые вещи, которые действительно в случае, это был 33-й год, еще раз хочу подчеркнуть, он действительно пророчески предвидел очень многие ситуации, которые случились чуть позже. Вот, Владыка Иоанн тоже очень много мудрых пророческих вещей, сказала Россия. Россия, которую мы, с одной стороны, теряли, и я считаю, что мы ее постепенно обретаемся. Открытым, своим наивным, любящим сердцем, открытым для небесных таинств, которые он получал из небес и изливал нам наши головы.